Всем привет! С вами Громакина Ярославна, блог нашедети.ру. Сегодня я хочу продолжить разговор о продукции E.L.One, написать на неё обзор на те продукты, которые я некоторое время поиспользовала сама. Расскажу вам о своих ощущениях, понравились они мне или не понравились. Начнем с самого простого. Расческа для волос. Давно уже хотела такую расческу с крупными зубцами. Вообще на самом деле расческа хорошая. Волосы не магнитят, мне очень понравилось. В течение дня можно бесконечное число раз поправлять свою прическу, он не доставляет дискомфорт. То есть если обычно использовать проческу с очень такими частыми зубцами, то все равно волосы тянутся, потом болит голова. Мне нравится вот именно с таким расположением зубцов. Она подходит для частого использования в течение дня. Следующий я хотела бы сделать обзор на продукцию Иван. Вот такая серия. Она называется «Магия гиаурона». Вот такие средства. Такие средства. Вот. Так, здесь у нас что есть? У нас есть шампунь для тонких и ослабленных волос. «Магия гиаурона». 250 миллилитров. Густота и плотность. Гиаурон. Питкомплекс. На самом деле шампунь очень хороший. Мне прям понравился. Запах такой ненасыщенный, тонкий, очень приятный. Вообще у шампуня, я считаю, должно быть только всего лишь одно назначение. Это шампунь должен делать волосы чистыми. То есть, вы наверняка знаете, что рекомендовано мыть шампунем голову сразу на два раза намыливать. То есть, считается, что первый раз, когда вы намыливаете волосы шампунем, он должен удалить грязь, да, грязь, пыль, которая в течение дня или нескольких дней седала на вашей голове. И когда вы намыливаете шампунем волосы второй раз, он должен отмыть жир, да, то есть, наши потожировые выделения, которые имеются на голове, вот. И все остальное, то, что пишешь, там, густота, плотность и прочее, это, как бы, может быть, побочный эффект. Самое главное, что нужно уметь делать шампунь, это отмывать волосы. С этим он хорошо справляется. Следующее средство – это бальзамополаскиватель. Тоже я взяла себе для тонких и нормальных волос. Магия гиалурона. Гиалурон пептидкомплекс, 250 мл, такая же упаковка. Шампунь вместе с сочетанием с этим бальзамом. Еще очень классная серия. Запах чуть более, мне кажется, насыщенный, чем у шампуня, но абсолютно такой же, чуть поярче, почему-то. Вот. Тоже средство ферии Эйвон. Когда я вначале воспользуюсь этими двумя средствами, ощущения были очень хорошими. Какая функция у нас все-таки у бальзамополаскиватель у себя? У бальзамополаскиватель, я считаю, тоже должна быть одна функция, самая главная. Бальзамополаскиватель должен способствовать легкому расчесыванию волос. Все. Это его главная основная функция, для чего бальзам вообще был придуман, для чего мы его покупаем, облегчить нам расчесы. То есть, наверное, те девушки, у которых волнистые, тонкие волосы, особенно длинные, они прекрасно знают, что если помыть голову только одним шампунем, не используя никакого другого средства, там, ни бальзамов, ни масок, ни прочих, может, каких-то масок, то волосы расчесать бывает порой очень трудно. Они закатываются в концах, кажутся какими-то сухими. Бальзам должен облегчать расчесывание. Я считаю, что с этой функцией тоже средство АИВА справляется очень хорошо. Что еще могу сказать? Что вот этот гиалуроновый комплекс, он действительно, по ощущениям, кажется, что он делает волос больше в объеме, толще, что ли, а более гладким. При этом волосы не утяжеляются, но по самому восприятию волос такой структуры становится очень хорошей. Мне эта линейка понравилась. Еще есть вот такое интересное средство, называется сыворотка-заполнитель. Да? Да. А ты и вам. Сыворотка-заполнитель, магия гиалурона для тонких и нормальных волос, густота и плотность. Сама сыворотка мне понравилась, да? Но что мне в ней не понравилось, я вначале скажу. Вот, допустим, предположим, что я вообще никогда в жизни не пользовалась таким средством, да? Таким интересным средством. Я бы хотела увидеть хоть какую-то инструкцию. Все, что написано сзади, по-русски, это вот только сыворотка для тонких и нормальных волос, магия гиалурона. Все. 100 миллилитров. Куда ее наносить? Как ее наносить? На сухие волосы? На мокрые? На влажные? На грязные? На чистые? На кончики? На ближе к голове? Непонятно. В интернет мне на тот момент первый раз не особо хотелось искать информацию. К тому же я уже была в ванной, воспользовавшись шапулем и бальзамом. Потом вспомнила, что есть еще такая сыворотка-заполнительная. И я решила поддаться какой-то интуиции, инстинкту и воспользоваться ею так, как я воспользовалась бы ею, если бы вообще, ну, как и здесь, не знаю, как ей пользоваться. Я немножко подсушила волосы полотенцем, а сыворотку нанесла на протяжении не только волос. Сейчас, сбегая зорно ближе к коже головы, да, ну, и на кончике я не знаю волос. Я считаю, что я сделала все правильно, потому что волосы были очень хорошими, блестящие, такие классные, у меня все понравилось. Потом я посмотрела отзывы, оказывается, что когда-то к вот этой сыворотке-заполнительной шла инструкция, были пробники, и рекомендовалось наносить ее, наоборот, таки, как бы, ну, втирать в кожу, что ли, головы. И якобы она дает хороший объем. И пользовательницы косметики Эйвен оставляли негативные комментарии к этой сыворотке, писали, что голова сразу кажется очень грязной, жирной, что по консистенции сыворотка-заполнитель напоминает муссы для волос, гели для волос, которые утяжеляют волосы, которые делают их на вид как будто бы грязными. Вот, хорошо, что я избежала в области, нанесла на сами волосы, и волосы были замечательными, они легко расчесывались, блестели, как будто бы немножко даже выпрямились, что ли мне так показалось. Поэтому у меня именно эта серия и вот такое как бы употребление, да, оставила только очень хорошие эмоции. Так, еще что вам показать. Уже очень давно и долго я пользуюсь дезодорантом Эйвен Инкадесенс. Такое, я его весь уже в шлюшу. У Эйвена есть такая линия духу, да, для женщин. У меня тоже они когда-то были в такой круглой, желтой духовке. А сами духи мне показались на мой вкус резкими, взрослыми. И поэтому мне не допустим, сами духи мне очень понравились. Но для дезодоранта ароматы вообще классные. Аромат у Эйвеновской косметики, мне кажется, вообще ароматы такие слабенькие. Они не агрессивные, не резкие, вновь не влюбленные. И именно это мне очень нравится. Я считаю, что очень хорошая косметика, она должна иметь минимум запаха. Обычно, когда используются всякие продукты, перегонки нефти, они имеют настолько неприятный запах, что чтобы его отбить, добавляют большое количество отдушек. И нам кажется, что так вкусно пахнет. Ну, например, как, не знаю, масло Джонсон Де Бейби, сейчас вообще не дико не имеют использования. Хотя многие раньше использовали, я тоже использовала. Мне так нравилось его запах, но из чем используешь. Оказывается, вот именно этот запах говорит о том, что косметика плохая. Вот. Дезодорант Эйвен, Мангодесенс, это шариковый, антиперспирант, да. Мне очень понравилось. Хватает на целый день. Поскольку нет вот этого агрессивного запаха, запах очень приятный. Психотически не чувствуешь. Мне понравилось. Поэтому рекомендую. Еще хотела сделать обзор вот на такое масло. Я его покупала давненько, и оно у меня уже все использовалось. Так, наверное, сколько камеры позволяет увидеть. Эйвен Эдвэнс Техникс 360. Нурфумент. Надеюсь, правильно читаю. Маракан Орган Оил. Мараканская, да? Органовая маска. Ливен Тритмент. Видимо, используется для лечения. 30 мл. Питательная сыворотка для волос. Состоронний уход. Ага. Вот. Вот для бутылочки. На влажные или подсушенные полотенцем волосы. Укладывайте волосы, как обычно. Вообще масло потрясающее. Я его вообще смазывала в такой степени, что вообще ничего не осталось. Вообще. Может быть, одна капля, которую невозможно теперь никак извлечь. Запах вообще супер. Запах настолько мне понравился. И понравился молодому человеку, что когда я приходила и наносила масло у волоса, запах держится очень долго, очень вкусно. И все время уехал на волосы, говорил, как они вкусно пахнут. И мне кажется, каждый раз, когда я приходила, первое, что хотел сделать, это понюху с волос. Это было так необычно. Поэтому, чтобы порадовать этим маслом, пользовалась постоянно, волосы действительно становились очень хорошими. И было приятно. Поэтому вот это масло я вам тоже рекомендую, исходя из своего личного опыта. Сейчас я еще расскажу о карандашах. Это значит, выйдут у нас что? Найти бы, где русский. Ну ладно, разберемся. Упаковка выглядит вот так. Even True Color Glimmer Stick Brow. Видимо, доброви, да? Хорошо. Я им пользовалась не очень долго. Видимо, я подобрала слишком все-таки слабенький цвет. У меня цвет, мне кажется, нужно чуть-чуть поярче. Вот такой. Что ты не упишь? Блонд, да? Самый свет выглядит карандаш. Вот так. Он легко выдвигается просто обычным прокручиванием. Держится хорошо, прокрашивал, хорошо. Единственное, я говорю, слишком, видимо, светлый цвет для меня. В следующий раз буду брать чуть-чуть длиннее. Но вот этот карандаш, сейчас даже расскажу вам, его интересно устроить. Even True Color это уже подводка. Ну, а сейчас она у меня тоже на глазах. Айлайнер, да? Выглядит он так, очень красивый такой. Даже сама вот эта, не знаю, упаковка, она такая с серебряными какими-то вкраплениями. Черная, с серебром такая. Цвет черный, конечно, black. Так, сейчас расскажу вам историю, только он еще откручивается. Достаете, выглядит он замечательно, да? То есть, остренький такой. Когда ко мне приходилось странно, так он мазануло по руке, да, так. Закрыла, захотела стереть. Не смогла. Он даже не размазался. То есть, очень хорошо сидит, сам цвет не растекается, не размазывается. А, в чем? Вначале мне очень понравилось, мне понравилась форма Made in Germany, Германия, как бы, не Китай. Что мне понравилось? Я вообще никак не могла понять, как его выдвинуть. Я его влево и вправо. Ну, посмотрите, ничего не происходит. Я подумала, неужели за такую цену и то есть, как бы, да, смазала и в конец. В конец все. Не точится, не выдвигается ничего. Это меня расстроило, пока я однажды случайно вот так на него не надавила. Когда вы на него вот так надавливаете, он начинает просто выдвигаться. Видно, да? Задвинуть, как его задвинуть, это тоже очень интересно. Вы просто надеваете вот так колпачок и начинаете его закручивать, как закручивание. Как выкручивание. Потом, когда вы его достаете, он опять будет в том же положении. Потрясающе. Я раньше не встречала таких карандашей. Мне сразу очень опять понравилось. Вот этот карандаш для этой серии. Вот этот цвет очень стойкий, очень хороший. Держится реально целый день, не размазывается, не растекается, поэтому его я вам рекомендую. Что еще сказать? Еще я хотела рассказать и совсем забыла про такие маленькая задержка, про такие вот кремовые тени Color Trend. Тоже сейчас интересный, мне очень интересный и цвет мне понравился. Упаковка выглядит вот так. они жидкие, такие вообще кремообразные, ну не такие жидкие, как вода, конечно, ну как крем действительно, легкий, такой крем, наносите, и он дает такой цвет. чем гуще нанесет, тем больше будет цвет, тем лучше разважится, тем больше цвет на наших щеках. Очень приятный запах, опять минимальный, приятный, нежный запах. И помада, помада, которая сейчас на мне, это Sangria, цвет Sangria называется. Я специально решила попробовать сегодня такой насыщенный цвет, яркий, оцените. Вот, помада хорошая, помада и он действительно тоже хороший, яркий цвет, там мне нравится, потому что у меня в свое время было несколько помад ярких, когда я их накрашивала, по, как сказать, по складочкам, что ли, каким-то микро губах она начинала течь. В конце дня было указано все-таки на полгода. Здесь помада от Avon держится хорошо, она не течет, и яркие цвета насыщенные тоже бывают нужны нам на определенные мероприятия, поэтому помада Sangria это на вам рекомендуем. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал в YouTube, заходите на мой блог нашедети.ру Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok